Торговый ряд прямо под окнами. Суета, переговоры, брань и вонь. Даже находясь в своих квартирах, жильцы дома по улице Попова 64 будто на базаре. Пенсионерка Зоя Захарова говорит, что из-за уличных торговцев уже даже не смотрит в окно. Четыре года мы уже бьемся, больше даже, больше. Мешают. Они приезжают в четыре часа, занимают место. Дерутся между собой матами. Окна открыть вообще нельзя. Вообще нельзя. Вот. Теперь приезжают на машинах, машины ставят под окнами. Уже четыре года жильцы этого дома жалуются на стихийную торговую точку. Она буквально через дорогу от рынка до Кущаева. Но жизнь кипит на нелегальной зоне. Дачники буквально атакуют придомовую территорию и незаконно продают дары земли. И если бы только продавали. Люди жалуются, что с приходом торговцев улица стала похожа на свалку. От газона ничего не осталось. Недавно возле дома даже завелись крысы. На жаре вот так вот все день рыба стоит. И с холодильником штука. Грузунам есть чем поживиться. Кроме ягод и трав на рынке продают рыбу, мясо и молочные продукты. Причем продавцы не несут ответственность за товар. И не предоставляют документы. Может расскажете нам, что продаете? Нет, нет, нет. Ну вы же с этого. Завтра наша будет ликвидация, да, я так поняла? Но ликвидации не будет. Годы ожесточенной борьбы жителей дома. Но никаких результатов. Торговцы не собираются покидать рынок. В администрации Ленинского района тоже разводят руками. Они предлагали дачникам альтернативу. Легальный рынок до Кучаева. Там даже выделили специальные бесплатные места для пенсионеров. Но в ответ услышали отказ. Штрафовать торговцев прокомментировали нам власти бесполезно. Чтобы завести административное дело, нужно очень много времени. А наказать всех точно не получится. Мы еженедельно выходим с рейдовыми мероприятиями, с отделом полиции, туда составляем протоколы. Но силового, либо какого-то иного метода воздействия на данных граждан, то есть мы составили протокол и ушли. По-другому мы действовать не можем. То есть мы сила, либо как-то там заставить жителей оттуда уйти, не торговать. У нас такого нет. Однако сами продавцы признаются, что если бы им выделили нормальную территорию для торговли, то они с удовольствием бы переехали. Но сейчас с них потребуют недешевую аренду за место. Плюс, говорят продавцы, рынок до Кучаева стоит и вособленно. Не на пешеходной зоне. А значит, потенциальных покупателей в разы меньше. Да и работать там неудобно. А там ничего не оборудовано. Никаких ни прилавков, ни палатков. Асфальт голый. И солнцепёк. И как людям там торговать? Там же летом жарище страшенное. Поэтому создайте условия людям. И люди пойдут туда торговать. Есть тротуар, а есть и просто проходит по газону. Ну и здесь примерно то же самое, что людям удобно здесь. Не надо никуда заходить. Человек специально, чтобы идти, не хочет. А тут шёл, и увидал, и купил. В администрации нам сказали, что будут и дальше бороться с незаконным рынком. Усилят рейды, запустят новые проверки. Не исключают и то, что придётся сделать территорию непригодной для уличной торговли. Например, поставить лавочки по бокам тротуара. Ну а пока рынок живёт. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком.